Здравствуйте! Предположим, мы стоим на берегу озера, и я бросаю в озеро камень. В результате этого броска образуются волны в виде кругов. Мы рассмотрим только один круг, одну волну. Вот она. Обратите внимание, центр круга – это место, куда мы бросили камень. В определенный момент радиус круга равен 3 см. И нам также известно, что радиус круга увеличивается со скоростью 1 см в секунду. Мы знаем, чему равен радиус круга, знаем скорость изменения радиуса, она равна 1 см в секунду, и нам нужно найти скорость изменения площади этого круга. Мы должны выяснить, с какой скоростью увеличивается площадь круга. Интересно, не правда ли? Давайте еще раз посмотрим, что мы знаем и чего мы не знаем. Нам известно, что радиус круга равен 3 см. Обозначим этот радиус через r маленькую. r равно 3 см. Мы знаем также, как меняется радиус относительно времени. Вот эта информация. Скорость изменения радиуса относительно времени равна 1 см в секунду. А что нам нужно найти? Нам нужно выяснить, с какой скоростью увеличивается площадь круга. Другими словами, скорость изменения площади круга относительно времени. Эту скорость мы и должны найти. Нам нужно сначала определить, в каком соотношении находятся радиус круга и площадь круга, а потом найти производную этого выражения относительно времени. Итак, как же соотносятся радиус и площадь круга? Нам известно еще из геометрии, что площадь круга равна π умножить на радиус круга в квадрате. Нам нужно выяснить, с какой скоростью увеличивается площадь круга относительно времени. Для этого мы запишем производные обеих частей равенства от времени. Запишу 1 в квадрате чуть дальше. Обратите внимание, мы вычисляем производные не от радиуса, а от времени. В левой части будет производная площади от времени. А что получится в правой части? Если дана производная константы, умноженная на что-то, то константу мы можем вынести за знак производной. Значит, в правой части мы записываем π умножить на производную r в квадрате от времени. А сейчас немного о том, что я собираюсь сделать, и зачем я буду использовать формулу производной сложной функции. Итак, мы предполагаем, что r – это функция от времени. Если бы r не было функции от времени, то, соответственно, и площадь не была бы функции от времени. Я, наверное, запишу r в квадрате как функция от времени. r в квадрате. И нам нужно вычислить производную этого выражения от времени. Для этого применим формулу производной сложной функции. Производная чего-то в квадрате относительно этого чего-то равно 2 умножить на это что-то в первой степени. Давайте я подпишу. Это производная r в квадрате по r . Это производная чего-то в квадрате по этому чему-то. Если бы этим чем-то был бы х, то тогда производная х в квадрате по х была бы равна 2х. Аналогично и производная r в квадрате равна 2r . Но это не производная по t по времени. Это производная по r . Чтобы найти производную этой функции по времени, нам нужно еще это умножить на скорость изменения r относительно времени. Эту скорость мы можем записать как dr по dt. Это два равнозначных выражения. И, конечно же, не забываем о π. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это всего лишь формула производной сложной функции. Производная сложной функции равна произведению производной внешней функции по промежуточному аргументу на производную промежуточного аргумента по переменной, в данном случае t. Это хорошо знакомая вам формула производной сложной функции. И π умножить на все это равно производной площади круга по времени. Давайте немного видоизменим наше равенство. Итак, производная площади круга по времени равна 2π умножить… Мы и так знаем, что r является функцией от t. Значит, умножить просто на r и умножить на dr по dt. А что мы знаем из условия? Мы знаем, чему равно r. В этот момент времени r равно 3 см. И также мы знаем, что dr по dt равно 1 см в секунду. Тогда чему будет равно ds по dt? Производная площади круга в таком случае будет равна 2π умножить на 3 умножить на 1. Посмотрим, все ли в порядке у нас здесь с единицами измерения. Сантиметры умножить на см – это см в квадрате. Значит, в результате мы получим см в квадрате в секунду. Как раз то, что нам и нужно для скорости изменения площади. Значит, ds по dt равно этому выражению. Упростим его немного. ds по dt равно 6π. Это немного больше 18 см в квадрате в секунду. Все правильно. 6π см в квадрате в секунду – это скорость изменения площади круга относительно времени. Мы решили задачу. На этом все. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...